Совсем скоро эти аисты будут не просто украшать фасад здания, но и символизировать появление малышей на этот свет. Работы в перинатальном центре в Щелкове выходят на финишную прямую. Открытие учреждения ждут с нетерпением и в Щелковском районе, и в Московской области в целом. Ход работ контролируют в региональном правительстве. Так, выездное совещание на объекте провел министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов. С учетом того, что была совершена сделка по покупке компании Мортон, для нас очень было важно, чтобы те обязательства, которые были взяты компании, компании ПИК были выполнены в полном объеме. Перинатальный центр – объект поистине уникальный. В отличие от обычного роддома, центр будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. После сдачи в эксплуатацию, центр будет рассчитан на 150 мест в стационаре, а женская консультация сможет принять до 250 посетительниц в день. Работы ведутся в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Сергей Пахомов осмотрел все этажи будущего учреждения здравоохранения. Монтаж оборудования оценил готовность объекта к пуску тепла. Это произойдет уже на этой неделе. Самое важное, мы сейчас даем тепло. Когда мы даем тепло во вторник, на следующей неделе мы даем тепло уже, и будет произведена инспекция всех инженерных систем. То есть уже все будет под давлением, все будет работать, все будет топиться. И будет сделан упор основной на отделочную работу. Видите, что практически все уже мокрые работы завершены, плитка вся завершена. И сейчас будет идти уже чистовая отделка. Сергей Пахомов отметил, замечания есть, но проблемы, препятствующие строительству, были решены. А это значит, что темп работ надо ускорять. Так, количество рабочих на площадке будет увеличено почти в два раза. К нынешним 350 добавится еще 300. Есть отставание от графика, как раз по отделке есть отставание от графика по поставке и монтажу оборудования. Но все проблемы принципиально решены. И через две недели мы снова будем с подрядчиками здесь встречаться. Для того, чтобы до конца года нам этот объект полностью закончить уже с учетом медицинского оборудования, с учетом пуска наладки всех систем, чтобы уже к концу года у нас появились здесь первые пациенты. Не менее важный кадровый вопрос. По словам будущего главврача перинатального центра, штатное расписание сформировано практически на 80%. Также на данный момент ведется закупка необходимого оборудования. Перед специалистами стоит ответственная задача – сделать центр уникальным учреждением здравоохранения помощи новорожденным с пороком развития. В Московской области дети, которые рождаются с пороком развития, они оказываются в Люберцах. У нас же мы постараемся сконцентрировать на себя вот здесь эту всю патологию. То есть не только, чтобы женщина родила такого ребенка, но и чтобы здесь сразу же, не отходя далеко от мамы, ребенок здесь же оперировался, не только еще соперировался, но еще чтобы он и выходился. То есть задачи очень амбициозные и очень серьезные. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова